Говорят, что добро раздать невозможно, оно все время возвращается. Эти слова подтверждает история, случившаяся в одной из деревушек Суматры. Десятилетняя девочка и ее отец проявили доброту к маленькому лесному котенку, который был так истощен, что не мог сделать и шага. Но они даже представить себе не могли, что этот малыш станет тем, кто спустя время предотвратит жуткую трагедию, беду, которая могла стать самой страшной в их жизни. Началось все в обычный для деревенских жителей день. Рыбак Сяо и его дочь Хао возвращались домой с промысла. Мужчина часто брал девочку с собой на рыбалку, он считал ее своим талисманом. Если Хао была рядом, улов всегда выходил удачным. Уже на подходе к деревне девочка увидела сидящего в кустах котенка. Он был настолько слабым, что это моментально бросилось в глаза. Хао сразу попросила отца помочь зверьку. Мужчина покормил животное рыбой и чуть позже даже привел к нему ветеринара. Из-за сильной слабости котенок не сопротивлялся осмотру, он лишь изредка фыркал и шипел. Выяснилось, что зверь полностью здоров, а причина его недомогания – истощение. Оставшись без матери, котенок просто не мог самостоятельно добывать себе пищу. Посоветовавшись с врачом, Сяо и его дочь решили, что будут подкармливать животное. Забрать его домой – значит обречь зверя на жизнь в неволе. Конечно, никто не мог дать семье гарантию, что котенок будет каждый день приходить за едой на одно и то же место, и следующие дни были решающими. Хао очень переживала, что котенок больше не появится, но встреча все же состоялась. Так и началась дружба дикого кота и десятилетней девочки. Почти каждый день Сяо и его дочь отдавали треть своего улова животному, а тот рос и превращался в прекрасного зверя. Это была кошка Теменко, по-другому азиатская золотистая кошка. Во взрослом возрасте длина такого животного составляет один метр, а вместе с хвостом – полтора. Азиатская золотистая кошка довольно опасный враг, питающийся в основном грызунами и птицами, но способный расправиться даже с оленем. Эти животные предпочитают одиночество и объединяются в пары только на время брачного периода, ведут ночной образ жизни, поскольку часто преследуются охотниками. Кошка Теменко – очень популярный вид для содержания в неволе. Браконьеры ловят их и продают за огромные деньги, как редких экзотических животных. В лесах таких зверей осталось очень мало. Встречи Хао с диким котом, которого девочка назвала Золотой Ус, продолжались два месяца, а затем животное исчезло. Хао очень грустила, и отец всячески старался успокоить дочь. Котенок вырос, окреп и теперь живет вольной жизнью. Девочка постепенно привыкла к тому, что больше не встречается со своим другом. Однажды она вместе с мамой, которую в деревне все знали как травницу, отправилась к речке собирать растения для приготовления мази. Пока женщина искала нужные ингредиенты, девочка играла у реки, бросая в воду мелкие камни. Она не заметила в воде крокодила, который появился словно из ниоткуда. Хищник схватил Хао за ногу, и ее мать с криками побежала к реке, не зная, что делать и как спасти дочь. И тут внезапно появился огромный золотистый кот. Теперь это был уже далеко не тот беспомощный малыш, который едва удерживался на лапах от голода. Зверь бесстрашно напал на крокодила, пасть хищника разжалась, и девочке удалось выбраться. Кот тоже ретировался, но только после того, как увидел, что Хао больше ничего не угрожает. Жизнь ребенка была спасена. Так семья рыбака и узнала, что золотистый ус жив, и с ним ничего не случилось. Каждый день Хао с надеждой всматривается вглубь леса, чтобы снова увидеть своего спасителя. Дикого зверя, рискующего собственной жизнью, чтобы отплатить человеку за сделанное добро. Кошка, которую в Китае многие рассматривают только как мясной деликатес, в решающую минуту протянула людям свою лапу помощи. Говорят, добро раздать невозможно, оно все время возвращается. И даже дикое животное может помнить о нем до конца жизни. Друзья, если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok